В эфире новости дня в студии Наталья Мороз. Здравствуйте! С новостями к этому часу познакомят вас корреспонденты ОРТ. И в начале коротко некоторые темы выпуска. Снова с расселенных зданий начало отопительного сезона в регионе. Темы на контроле губернатора. Подача газа восстановлена. В доме на Карагандинской снова есть горячая вода и заработала система отопления. Оренбуржцы пополняют ряды самозанятых. Специальным налоговым режимом уже воспользовались более 80 тысяч человек. Как перейти улицу и не переломать ноги. Ремонт подземных пешеходных переходов – настоящий квест для горожан. Международная неделя письма. Оренбуржцы могут отправить письма и уникальные открытки по всему миру. Начнем с официальной повестки. Немедленно начать отопительный сезон, снести расселенные дома, убрать мусор с глаз долой. Такие задачи поставил губернатор Денис Паслер министром и главом территории во вторник. В Доме Советов прошло очередное заседание правительства области. Кабинет министров в сборе. Губернатор Денис Паслер входит в малый зал. Сегодня здесь проходит заседание правительства. Изучив повестку из более десятка вопросов, губернатор начал с отопительного сезона. Не подготовлено 25 многоквартирных домов в городе Оренбурге. Они не приняты. Было, напоминаю, 87-89. До 15-16 октября они тоже должны быть приняты, потому что там где-то нет гидравлических испытаний системы отопления. Неправильно подготовлена документация, то есть уже последние штрихи. Пока профильный министр рисует картину последними штрихами, к губернатору поступило около полутысячи жалоб. В основном люди жалуются на завоздушивание отопительных систем. 113 Оренбург, Бузулук 108, Новотроицк 94, Кулантык 54, Орск 47, Гайский 18. Поэтому вы тоже эту историю смотрите со своей стороны. Не только на паспортной готовности, но и на обращение граждан. По данным профильного министра, в Оренбурге из 16 тысяч многоквартирных домов проблемы возникают порядка в 400. И этот вопрос в ближайшее время планируется решить совместно с управляющими компаниями. Еще одним острым вопросом на заседании стал снос аварийных и уже расселенных домов. Таких в Оренбурге насчитывается около 250. 26 из них в Оренбурге. 19 закончены полностью сносом. Один находится в торгах. По шести у нас заканчиваются судебные споры октябрем. Пятиэтажка у нас самый большой вопрос был в плане состояния на позавчерашний день. Там работы по демонтажу всего основного здания закончены. Буду строить. Одесская 129. Главы муниципалитетов отчитываются о сносе домов. Однако региональный Минстрой не видит работу за август и сентябрь. И снос дома, это не просто, когда его разобрали, осталась какая-то куча мусора. Это отпланированная территория и внесенная в реестр по всем документам. Чтобы потом ее можно было использовать либо под строительство, либо под благоустройство. А когда нам показывают на фотографиях, вот мы крышу снесли основной, развалили, там какие-то кучки лежат, мы их сейчас приберем. Мы это не можем применить. Держать-то на контроле, давайте тоже дочищать. У нас там барахла, к сожалению, еще огромное количество, нечего держать. На заседании говорили о капитальном ремонте многоквартирных домов. Как выяснилось, во время проливных дождей 6 домов с разобранными кровлями подтопило. Жильцам обещали компенсацию. Александр Криволапов, Виктор Горшенев, Новости дня. Кроме того, на заседании правительства поднималось немало вопросов, которые касаются жизни областного центра. Завершение строительства детского сада, обустройство подъездных путей к новой школе в Южном микрорайоне и проблема пассажирских перевозок. Лишь часть из них. Благоустройство будет выполнено уже в следующем году, заверил первый замгородоначальника. Тем временем строительство подъездных путей к школе номер 63 в Южном по улице Весенье завершаться до конца недели. Обустраивается примыкание к улице Мамурской и Центральной. Построен тротуар протяженностью 150 метров. Монтируется светофор. Ну а добраться в южную часть города на автобусе проблематично. 14 маршрут ходит редко, жалуются горожане. Проблема возникла и на 27 маршруте. Губернатору поступило около сотни жалоб на пассажирские перевозки. Проблемы по 14 маршруту, с ним отрабатываем активно. Есть жалобы на 27 маршрут. Сегодня мы определились с подрядчиком, новый, который готов начать осуществлять перевозки по данному маршруту. В связи с тем, что бывший перевозчик отказался от исполнения своих обязанностей и написал уведомление, что он бросает этот маршрут. Сегодня он должен сдать свидетельство. После сдачи свидетельства сразу приступит новый перевозчик к исполнению работ по этому маршруту. Техники у нас сейчас достаточно. И еще будет до конца года. Немало придет. Но вы как-то донастраиваете систему. Я прекрасно понимаю, что там, что называется, есть определенные издержки всех нововведений. Но ее персонально здесь рассматривать в Оренбурге. Посмотрите еще раз, панализируйте, где какие жалобы. Не исключено, что на 27 маршрут вместо тесных газелей выйдут просторные лиазы. А автобусная связь с Южным районом улучшится. Оренбургские коммунальщики запускают отопительный сезон в Подшефном Перевальском районе. На восстановительных работах в Луганской Народной Республике задействовано 36 наших специалистов и две единицы техники. С начала года в Перевальске установлены четыре газовых и угольных котельных. Смонтированы твердотопливные и газовые котлы на 13 объектах образования и культуры. Обновлены системы отопления на восьми социально значимых объектах. Новое оборудование получили школы, детские сады и дома культуры Перевальского района. Сейчас строители заканчивают работы на последнем объекте в здании Перевальского районного дома культуры. Его готовность к предстоящей зиме на сегодня более 80%. Все работы будут завершены до конца октября. И теперь о приятной новости для жителей дома номер 15 по улице Карагандинская. Там дали газ. Напомним, оренбуржцы обращались в редакцию ОРТ. Люди жили без газа и горячей воды. В такой ситуации они оказывались периодически. Были опасения, что отопительный сезон в многоквартирном доме так и не начнется. Люди уже думали, куда переезжать на время холодов. Газ в доме номер 15 по улице Карагандинской дали 8 октября. По словам жительницы дома Марии Стром, это произошло после подачи искового заявления в Ленинский районный суд. У меня растет ребенок с особенностями развития. Я очень переживала, что он у меня будет в холоде лежать. Но, слава богу, эта проблема разрешилась. Напомним, газ в доме на улице Карагандинской отключали не только в сентябре, но и в июне-марте. Люди обращались в разные инстанции. Звонили в городскую администрацию, их направляли в ТСЖ. В съемочной группе ОРТ в сентябре оренбуржцы говорили, что проблема в бесхозной газовой трубе. Ответственность за нее никто не брал. На встрече с жителями дома председатель правления ТСН семья Равиль Багаудинов рассказал, что есть спор с газораспределением Оренбург о принятии границ ответственности и балансовой принадлежности газовых сетей. Застройщик 9 лет назад необходимые документы не передавал ни в город, ни в сеть и дом управлению. Тогда же председатель «Газпром» газораспределения Оренбург отмечал, чтобы возобновить подачу газа, необходимо определить владельца газопровода. Ранее оренбургцам был предложен договор на техническое обслуживание, но он не был заключен. На встречу пришли к тому, что необходимо оценить техническое состояние газопровода в разных местах, а прокуратурой из центрального района города была организована проверка. Вопрос о собственнике трубы сейчас решается в суде. После встречи с жильцами была достигнута договоренность. Газовики выполнили техническое обследование газопровода, провели необходимые работы. Глубое топливо вернулось в дом. К другим темам. Вице-губернатор Игнат Петухов ответил на вопросы молодежи в Медногорска. Мероприятие прошло в рамках всероссийского проекта «Диалог на равных». Разговор длился два часа. Участники встречи интересовались, на кого пойти учиться, чтобы получать достойную зарплату, как развивается Оренбуржье в целом и почему Игнат Петухов переехал жить и работать в наш регион. Много внимания уделили тому, чем сегодня живет Медногорск. Вице-губернатор отмечает, время общения пролетело незаметно, а диалог прошел по-взрослому. Очень талантливые ребята в Медногорске, которые учатся сейчас и в школах, и в техникумах, и в колледжах. Ну а наша задача создавать для них условия. Ни в коем случае не расслабляться ради таких талантливых, интересных ребят с горящими глазами. Дальше продолжать делать свою работу, чтобы Медногорск действительно становился тем городом, в котором хочется жить. Министр экономического развития также отметил, что в нашем регионе очень много активных и неравнодушных ребят, которые мечтают об успешном будущем и двигаются вперед. Сейчас ненадолго прервемся. И вот о чем расскажем далее в программе. Оставайтесь с нами. Оренбуржцы пополняют ряды самозанятых. Это новости дня. Мы продолжаем. Более 15 миллиардов рублей заработали самозанятые Оренбургской области со времени введения в 2020 году специального налогового режима – налога на профессиональный доход. Поступления в бюджет региона за этот период составили более 500 миллионов рублей, сообщает правительство области. В настоящее время налог на профессиональный доход платят 82 тысячи оренбургцев. Они оказывают косметические, юридические, бухгалтерские услуги, проводят фото-видеосъемку, организуют праздники и массовые мероприятия, занимаются ремонтом и техобслуживанием, перевозят пассажиров и грузы. Также распространенным видом деятельности является разработка программного обеспечения, сайтов и прочие услуги в сфере IT, строительные, ремонтные работы и производство собственной продукции для продажи. Потребителям услуг и покупателям товаров выписано 18 миллионов чеков. Самозанятые пользуются федеральными и региональными мерами поддержки. По нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» в Оренбурге им доступны социальный контракт до 350 тысяч рублей на открытие собственного бизнеса. С начала года уже заключено более 500 контрактов, микрозаймов по льготной ставке от 3% выдано на 4 миллиона рублей. Доступны также услуги центра «Мой бизнес», консалтингом и образовательными ресурсами воспользовались более 600 плательщиков НПД. В сентябре состоялся отбор получателей рекламной поддержки, одобрено 86 заявок почти на 2 миллиона рублей. Самозанятые участвуют в форумах, маркетах и фестивалях, где каждый может представить и реализовать свою продукцию. Оренбуржцы возмущены ведением ремонта в подземных пешеходных переходах. Строителей на объектах видят редко, местами ремонтные площадки не огорожены, а ночью в подземных переходах нет освещения. В сентябре администрация Оренбурга заключила контракт со строительной компанией на ремонт подземок. Как выглядят переходы сейчас, расскажет Виолетта Широкова. Оградительная лента сорвана и никому не сдерживает. Люди продолжают здесь ходить, несмотря на отсутствие освещения и камней на их пути. Работы идут медленно и, как говорят сами жители, несвоевременно. Это один из подземных переходов на улице Чкалова, рядом с ДК «Газовик». Местные переживают. Работы тормозятся, возможно, из-за дождей и холода. Многие считают, что начать следовало гораздо раньше. Да и надежды на то, что ступени продержатся долго, совсем не осталось. Каждый год же делают. Можно, наверное, как-то прочнее сделать, получше как-то, покачественнее. Чтобы материал, может, другой какой-то или еще что-то. Не успеют они сделать, уже прям месяца-два и опять уже все начинает то там, то там отваливаться. Штат работников небольшой. Всего два рабочих выносят строительный мусор. На остановке казачества рабочих вообще нет. Здесь лежат одинокие стопки плиток. Один из входов вовсе напоминает последствия землетрясения. Знаки, запрещающие проход, пешеходы игнорируют. Как и другие опасности, поджидающие под землю в темноте. До ближайших наземных переходов далеко. С одной стороны можно оступиться и подвернуть ногу. С другой же стороны велика вероятность зацепить сумку или куртку об оборванную арматуру. Или даже лицо, если речь идет о ребенке. Веселее идет работа в переходе напротив областной филармонии. Четверо строителей ведут демонтаж. На ступенях уже закреплены деревянные балки. Все останутся, все останутся, покроются. Залону все сделается. Да что катурится, поклюется там, что-то. Ну, директора знает, что делать. Когда закончится ремонт, в курсе снова только начальство. Не знаю, сроки к директорам. Я без сроков работаю. По сообщению администрации Оренбурга, в сентябре был заключен муниципальный контракт со строительной компанией. Фирма должна отремонтировать 10 пешеходных переходов города до 30 декабря. Цена вопроса 70 миллионов рублей. Остается надеяться, что безопасные подземные переходы станут новогодним подарком для оренбуржцев. Биолетта Широкова, Семен Воробьев, Новости дня. В Оренбуржье стартовала международная неделя письма, приурочена которая ко Всемирному дню почты. Отправить письма и уникальные поздравительные открытки все желающие смогут до 15 октября. Международная неделя письма призвана подчеркнуть важность почтовой службы повседневной жизни людей. Специально к этой дате Почта России выпускает конверты и открытки с тематическим оформлением. В рамках акции жители и гости города могут поставить на почтовое отправление праздничный штемпель. Это придает письму историческую и коллекционную ценность. Активно в акции участвуют филателисты и посткроссеры. Они обмениваются почтовыми открытками с незнакомыми людьми из разных концов света. В наш век информатизации интернета несомненно важным остается как отправка простых почтовых карточек и писем. Тем самым демонстрирую важность отправления тому человеку, которому идет почтовое отправление. Которое может храниться как реликвия, как просто память. Международная неделя письма, отмечают сотрудники почты, это символ связи и обмена информацией. Сегодня во всем мире насчитывается более 5 миллионов почтовых работников. Из них около 300 тысяч трудятся в России. 10 октября в России и других странах отмечают Всемирный день психического здоровья. По данным Всемирной организации здравоохранения, от психических заболеваний страдает каждый восьмой человек в мире. Наиболее распространенные диагнозы в этой области – тревожное расстройство и депрессия. Они серьезно влияют на эмоциональное и физическое состояние человека, а также его способность существовать в гармонии с собой и окружающими. На эмоциональное состояние человека сегодня большое влияние оказывает стресс. Как повысить стрессоустойчивость, знает специалист Центра медпрофилактики Ирина Милюкова. Далее рубрика «Две минуты о здоровье». Ну а после мы вновь в этой студии. В современном мире практически каждый человек подвергается воздействию того или иного вида стресса. Многим знакомо состояние, когда после даже небольшого перевозбуждения возникают головные боли, вялость, усталость, поднимается давление, учащается сердцебиение. Именно поэтому очень важно знать, как повысить стрессоустойчивость. Сделать это на самом деле не так уж сложно. Один из самых действенных способов увеличить сопротивляемость организма стрессу связан с витамином D. Он не только позволяет организму лучше справляться со стрессом, но также повышает его сопротивляемость очень многим серьезным заболеваниям, в том числе и онкологическим. Не стоит пренебрегать возможностями больше двигаться. Во-первых, физическая активность приводит мышцы в тонус, делает организм сильнее и здоровее. Во-вторых, в процессе любой физической активности в мозгу вырабатывается вещество, которое и повышает сопротивляемость стрессу. Также стоит обратить внимание на углеводы, которые вы употребляете, в частности на сахар. Быстрые или простые углеводы провоцируют выработку в организме кортизола, кормона стресса. Рекомендуется меньше времени проводить за гаджетами, телевизором, компьютером, мобильным телефоном. Лучше потратить свободное время на другие вещи – чтение книги, прогулку, приготовление любимого нового блюда. Очень важно хорошо высыпаться. А еще один способ повысить стрессоустойчивость – это прослушивание расслабляющих музыкальных композиций, классической музыки, звуков природы. Можно освоить приемы медитации, дыхательной гимнастики. Ну и, конечно, самое главное в борьбе со стрессом – это заниматься тем, что вам нравится. Старайтесь мыслить позитивно и будьте здоровы! На этом все. Напоминаю еще больше информации на нашем сайте. А также присоединяйтесь к группам телеканалов в социальных сетях. Если вы столкнулись с проблемой, которую не можете решить самостоятельно, или ваша ситуация требует огласки, пишите и звоните нам в редакцию по номеру телефона 8-987-852-6011. Ну а я на этом с вами прощаюсь. Всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин